Все, есть, есть, мы можем начинать. Я просто сегодня хотел, собирался начать показать несколько фокусов, значит, связанных даже не со смыслами, а с тем, что такое читать оригинал по сравнению с тем, что читать перевод. Вот, и первый, по-моему, очень характерный образец – это отрывок книги Ишаягу, глава 28, где, значит, там, ну, можно более-менее важен сюжет, значит, речь идет о некотором порицании Эфраима, то есть колено Эфраима за безобразие, которое она делается и обещание того, что будут им неприятности. Растоптан будет внец гордости пьяного Эфраима. Значит, и далее там длинно довольно-таки говорится о том, что Эфраим совершенно опьянел от достижений своих и пребывает в беспребудном пьяности. И, значит, говорится приблизительно так. И, ну, вот, значит, в тот день Хасшем, значит, эти тоже одурманены, давайте так. Я извиняюсь, тут текст идет, это Ишаягу, немножко другое, что вы говорите, нет? Ишаягу, я зачитываю текст пророка Ишаягу, 28 глава. А тут идет, а, это... Да, я чуть-чуть выше читаю. Значит, просто, чтобы было понятно, по какому поводу это сказано. Значит, и духом, значит, они одурманены вином, спотыкаются от, ну, алкоголя. Да, шахар – это алкоголь, на самом деле, любой. И пророк Икоэн, одурманены алкоголем, ошибаются в том, что видят, но обычно в том, что видят, и спотыкаются в суде. Яник. Ибо столы их полны разной гадостью. Значит, и дальше произносится вот эта фраза, которую я выставил на экран. Я очень классно играл, Ют. И у кого-то звук летит к нам, и он лишний. Это НАТО, но надо выключить. Это НАТО, надо сказать, как. Да, слегка, слегка, слегка он включает. Это телефон просто, он включается. Ага. Значит, кого вы... Ну, вот эта вот пьяная публика, Коэн и Пророк. Кого учат, ну, разуму, там снизу на русский и русский перевод, взятый из Йосифона, естественно. Кого вразумляет вестью, ну, наверное, пророческой, младенцев, отлученных от молока, отнятых от груди. Ну, то есть, только что начавших ходить младенцев. Значит, так как они пьянствуют, да, непрерывно, то кого остается учить? Кто еще не пьянствует? Ответ – малолетние дети. И далее произносится следующее. Текст, который в русском языке, он там внизу экрана, десятый стих. Ведь повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой. Немного тут, немного там. И далее, одиннадцатый стих. Может быть, удобнее будет так смотреть? Так удобнее или так, как было удобнее? И так удобнее, и так удобно. Так удобнее, да? Ибо повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой. Немного тут, немного там. Ибо словами невнятными, и языком чуждо говорит он с народом этим. Которому было сказано, вот покой, дайте отдых усталому, и вот отдохновить. Но они не хотели слушать. И стало о них слово Господне, повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой. Немного тут, немного там. Чтобы они пошли и упали навзнеч, и разбились, и попали в стих. И были они поймены. Значит, поэтому слушайте слово Господне дальше. Вот на самом деле, вот русский перевод, он здесь у меня нет претензий к переводу, напрочь. Просто потому, что все слова переведены правильно, а выделены синим, оно просто вот для сравнения оригинала с переводом, что происходит. В оригинале вот эта длинная фраза, которая на русский переведена в две строки, вот эта вот, десятая, да, вот эта вот выделенная, она в оригинале, как вы видите, просто короткая. И это не только свойство языка иврит. Ну, язык иврит вообще короче русского приблизительно во всех переводах на третий, иврит короче. Надо думать за счет гласных. Но дело в том, что оригинал в данном случае короче по некоторой специфической вещи, и это сделано вполне себе специально, просто для того, чтобы поняли, что хочет сказать пророк. В оригинале сказано вот эта фраза, повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там. Сказано так. Ки цафлы цаф, цафлы цаф, кафлы каф, кафлы каф, заир шам, заир шам. Вот это повеление за повелением, черта за чертой, это цафлы цаф, кафлы каф. Достаточно очевидно, что пророк издевается над этой речью, и у вас два варианта. Так как речь идет о том, что пьяный учит детей, то тогда это запинающаяся речь. Ки цафлы цаф, цафлы цаф, кафлы каф, 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 заир шам, заир шам. Вот это запинающаяся речь пьяного, либо второй вариант, он тоже по контексту, либо это просто такой щебет птиц. Цафлы цаф, каф, цафлы цаф, цаф, каф, 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 заир шам, заир шам. Вот это звукоподражание, которое здесь заведомо есть, на самом деле, нетрудно догадаться. Когда вы читаете перевод, вы это не замечаете, а вот в оригинале вы понимаете, что пророк просто издевается над этим учетом. По этому поводу, одиннадцатый стих, кибылах сафа, балашан ахарат едобру эльгаам газе, ибо лагы сафа, это заики, либо заикаются, либо говорят невнятно. То есть, одни говорят так, что их понять нельзя. Вот наставники, вместо того, чтобы говорить с людьми по-человечески, и учить разуму и вразумлять, говорят просто нечеловеческим языком. Он говорит непонятно. Когда он обращается к народу, все оказывается просто мимо. Почему? Потому что он говорит балахи сафа. Лоэг это еще издевается. Это вот издевательство над языком. Балашан ахарит говорит, как на иностранном языке. Вот этот вот текст, который приведен, пророк именно это и пытается сказать. Вы говорите так, что народ не понимает. Вы, которые должны быть наставники, пьянствуете. А когда вы ходите к народу, начинаете говорить непонятно. Непонятно то ли потому, что вы пьяны, и вас просто неразворчивый язык, либо вы вообще говорите о чем-то, что не имеет отношения к людям. Вы просто не здесь. Вы ведете свою жизнь. У вас столы полные еды и вина. У вас своя жизнь. У вас свои речи. К народу то, что вы делаете, не имеет ни малейшего отношения. В результате, когда вы к нему обращаетесь, это тоже не имеет ни малейшего отношения. И в результате слово «Господне», вот здесь важно, превратилось в то же самое заикание. Цафла-цаф, цафла-цаф, кафла-цаф, 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 заиршам, заиршам. Вот совершенно не важно, что слово здесь означает. Потому что вот, обратите внимание, немного тут, немного там, вот для сравнения. Вместо заиршам, заиршам, можно было сказать «неатшам», «неатшам». Но вот этот заикающийся птичий язык пропадет. По этому поводу выбрано редкостное слово «заир». Оно дальше, в иврит, слово «заир», оно есть, это маленький. Например, вот для примера, слово «город», куда Лот пытается спастись из дома, это город Цоар. Цоар – это тот же «заир», это тоже маленький. Ну, еще одно произношение этого слова, это маленький. В дальнейшем иврит это слово войдет как миниатюрный. И, например, когда говорят «заирампин» в маленьком образе, то это в миниатюре. По этому поводу появление здесь слова намного более редкого, чем обычно, потому что обычно говорится более простое слово. Но пророку не нужно простое слово. Пророк ищет слово специально, слово, которое уложится в передразнивании стиля речи. Вот этот тихий хербот, которым говорят народ, который предполагается ученый, он приводит к катастрофе и катастрофа 13 стихла. И стало им слово Господнее вот этим птичим щеботом. чтобы они пошли и упали и разбились и попали в Нексу в Нелкиду и попались в селок и были пойманы. То есть в результате деятельность вот этой публики, которая должна вроде бы дать покой, дать отдых усталому, вместо этого превратилась вот в такое. Я хочу заметить, эту цитату время от времени употребляют всевозможные комментаторы и авторы как правило когда пытаются сказать про некоторую речь, которая превратилась в бессмысленность. Для слушающего, причем я хочу обратить внимание, регулярно вот мы встречаем так, что человек говорит вроде разумные вещи, но его разумные вещи они слишком умны. они не нужны никому, кроме очень ученого народа. Если хотите, на самом деле, вот Рафа Арон Маркус, когда описывает предхасидский кризис, кризис перед появлением хасидизма, бештовского хасидизма раннего, описывает некоторую действительно серьезную проблему. вообще Раф местности традиционно в европейских странах читает два раза проповедь в году, но при этом это не проповедь, а это лекция на тему его изыскать. Она регулярно простому народу просто недоступна, даже с постановкой вопроса. Вот вот этот знаменитый анекдот «Зачем рейш в слове даг? Зачем буква рейш в слове даг?» Ученик говорит «Рэбби, в слове даг нет буквы рейш». Наш раби говорит «Ну, наконец-то, ты понял мой вопрос». «Зачем буква рейш в слове даг?» «Но вот такие классические шутки, они в смысле обсуждения то, чего нету. Зачем писать даг через рейш, когда ее там нет? Там где-то вот такого рода вопросы регулярные, они непонятны и недоступны. В результате образуется некоторая пустота, но вот это пустота от больших мыслей. Бывает пустота наоборот того, что ну просто люди абсолютно перешли на птичьи везда. Они оторвались, это называется оторвались от народа. Как раз фасидизм, сила фасидизма в доступности ясны. Вот это противопоставление вот этому цаф-ле-цаф-каф-ле-цаф, вот этому щебету, который щебету птиц, который здесь прописан, он как раз вещь довольно важная, довольно регулярно появляющаяся. Вот еще раз, то, что я пытаюсь сказать, не понимая вот этот фокус оригинала, который здесь прописан, а потому что ну здесь алитеративная игра слов, который в Танахе хватает. Давайте какой-нибудь пример, который я пытался найти перед уроком, просто я пытался найти другой пример, я не вспомнил где, к сожалению. но вот, например, мы оф ламина у минга бгейма ламина миколь рэмэс. Рэмэс. Обрат внимание, что идет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь слов с буквой М подряд. Причем там вот на шин проверка есть еще длиннее хвосты на шин, но там обычно это числительные, потому что все вы знаете, что еврейские числительные очень любят букву шин. Штайм, Шалош, Шеш, Хамеш, Шмоне, Теша, да, и Эссер, где тоже шин только в другую сторону. Поэтому, когда идет набор числительный, ничего удивительного, что там очень много шинов идут к ряду всегда. Ну, Шлышим, Выштайм, Ладыревеш, ну, естественно. Но для Танаха это нормально, и прислушиваться к такого рода скачкам просто полезно. Я в нескольких местах захочу показывать такие вещи, но это просто вот для того, почему оригинал нужен, просто для того, чтобы понять время от времени тонах просто любит вот этот номер а литеративный скачок, либо просто вот передачи некоторой мысли через набор звуков просто, языка, не через содержание слов, ну, не только, извините, давайте точнее скажем, не только через содержание слов, но и через звучание слов. Благо иврит такому очень способствует и очень этот номер любит. Давайте немножко более к содержательной части. Стих, который я здесь привожу, он, я просто помню, какое удивление у меня он вызвал в свое время, это слово, которое в Елизаветинской Библии переведено, будет это словом жестоковый. В Йомар Хашем Элай Лемор и сказал, Хашем это произносит мушей перед народом в связи с грехом золотого тельца. В Йомар Хашем Элай Лемор и сказал Хашем мне, говоря следующее, раите эльха ам хазе в гене ам кше о ревгу дословно и сказал Хашем мне, говоря, я увидел этот народ и вот народ тяжелым затылком твердым затылком он. Вот дословно вот просто то, что написано. на русский вот классические русские переводы переводят слово кше о в сочетании твердый затылок да, жестоко выйный, но выя это шея в старом русском языке, да, жёсткий в шеи. но для современного человека жестоковыйный понятно, что для современного человека слово выть жестоковыйный это жестоко воет, наверное, да, вот так где-то воспринимается, потому что сообразить, что здесь старая русская шея стоит довольно трудно. Переводчик перевёл упрямый и современные переводчики переводят упрямый это правильно, но крепко не точно. И вот почему. Вообще, что имеется в виду твердый затылки? Вот давайте я переведу более дословно, потому что оров это затылок, здесь нет никаких сомнений и, например, вот оров это тыл ещё, и служба тыла чрут оров в современном иврите, то есть это именно тыл, затылок. Значит, что вообще имеется в виду, что у народа твердый затылок? Вообще-то у всех нормальных людей затылок твердый, там кость вообще-то. И ничего удивительного, что у народа Израиля кость находится там же где у всех, в районе затылок, там чили. И ясно, что что-то имеется в виду. Перевести это упрямый можно, но это не упрямый, это куда более хитрый оборот. И вот для того, чтобы ценить такие обороты, нужно обращаться к оригиналу, что как переводится. Твердый в затылке в русском языке есть этот оборот, как это ни странно, но этот оборот из лексикона псайдников. Нормальные люди в повседневной жизни этим оборотом не пользуются и даже его не знают. Твердый в затылке, когда говорят такое про коня, то имеется в виду плохо слушаться по воде. У него он плохо реагирует на попытку управления. Он пытается идти прямо, когда ему пытаются повернуть голову. Как построено управление конем, быком точно так же. Тот, кто ведет, тянет у дела, чтобы повернул направо или налево. Так вот, когда животное плохо поворачивает шею, плохо поворачивает затылок, когда его тянут, вот это есть кшеор, это вот оттуда оборот. По этому поводу это не народ упрямый, а это народ плохо послушный, не в смысле, что он не хочет, он не чувствует. Это вот комментаторы, например, Мальвин к этому месту говорит, что кшеоров может быть достоинством и недостатком. Достоинство это когда он идет по правильному пути и никакие и нужны огромные усилия, чтобы заставить свернуть это существо с этого пути. Вот его поставили на борозду этого быка, на котором пашет. В наших краях пашет на быках, а не на лошадях. На лошадях никогда никому в голову не приходило пахать. На быках или ослах пашет. Значит, вот поставили его на борозду, и вот он и прет его прямо. И вот развернуть его это еще помер приятнее. Так вот это и достатство и недостатка. Так вот когда Всевышний говорит Моше, что этот народ Кше Оров, он говорит неупрямый, он неперевоспитуемый, его нельзя обернуть на другую дорогу. Только ты отвернулся, он опять вернулся на свой путь и тут же сварганил себе идолище. То есть он пытается идти привычным путем, он невоспитуемый, его не перевести на другой путь и дальше начинается вот этот известный диалог, где Всевышний говорит давай я его уничтожу, а тебя от Моше произведу новый народ. На что Моше начинает молиться и говорит, что вот этого не надо. Как обязан пророк, когда ему Всевышний говорит, а давай сделаем что-то, что будет неприятно тем, кого народ представляет. Я напоминаю, что пророк он ведь не только тот, кто слушает слово Всевышнего и передает народу, это тот, кто еще говорит от имени народа Всевышнего, то есть пророк это двусторонняя такая фигура. То вам народ хочет бунтовать, он не хочет бунтовать, он не собрался бунтовать народ. Народ, кстати, если вы внимательно прочтете всю историю с Золотым Тельцом, то вы обнаружите, что народ вообще не собирался бунтовать, он наоборот собрался служить Всевышнему, но привычным образом, давайте сделаем идола, ну давайте, ну нам что, он просто вернулся на свой путь, каким всегда шел. И вот это то, что здесь говорится, по этому поводу ни слова упрямый не подходит сюда, ни слова жестоковый не подходит сюда, он тупой в управлении, вот понимаете, но как бы библейский текст поставить тупой в управлении мы не можем, да, слабо управляем, плохо управляем, да, при этом не то, что он когда ему приказывают сделать что-то хорошее, пошел погулять, на травке погуляться, нет, он куда-то идет, куда, вот его поставили, вот он вот такой, да, вот так как некоторых оборотов в других языках нету, то, собственно, из-за этого приходится прибегать к оригинальному чтению для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Окей, значит, я просто раздельные куски показываю, где без оригинала не совсем ясно, что написано в переводе, причем не по вине переводчика, а по несходству языков, но потому что, ну, вот я не знаю, я тут как-то рассказывал, я не знаю, рассказывал ли я здесь, там какое-нибудь слово типа арум сутры, которое в иврите не имеет никакой оценки, ни моральной, ни отрицательной, ни положительной. В русском языке такого слова веселого нету просто, оно обязательно оценочным становится, и в результате у переводчика появляются проблемы с этим словом. И опять, не потому, что он плохой переводчик, а просто потому, что другой язык, другие представления о мире. Чуть-чуть по-другому выглядят оценки людей. Отсюда возникают проблемы. я вообще-то собирался остановиться на нескольких словах, которые прямо в начале книги берешит находятся. И в данном случае я собираюсь приведнуть к анализу некоторого оборота, который на самом деле очень важен, и важен он вот почему. Значит, во втором стихе Писания, где сказано бы решить барай луким этгэшамай в начале создал Бог небо и землю. Второй стих вега арас хайта тогу воку вхошах альпней дом варула халут ким марахэфет альпней гамая. Значит, и земля была тогу воку непонятный оборот и тьма над бездной и вот когда это было и сказал Бог да будет цвет. Вот этот оборот тогу воку который здесь стоит он камень преткновение для всех и комментаторов и для переводчиков ибо не очень вот раши например вот раши по поводу классика тогу от глагола тагам есть глагол вот такой вот вот такой он неудобный конечно же тоге это удивляется тоге это в старом иврите особенно это вопрос задает вопрос вот по этому поводу раши когда говорит про слово тогу говорит человек удивляется тоге из-за богу которая была но на самом деле смысл этого слова действительно он ускользает равно как слово богу потому что на самом деле это пара слов приходит регулярно парой это два слова регулярно ходят парой и удивительно другое что вот этот пара слов тогу богу они как бы они нередки в Танахе там 15-20 появлений они часто появляются но дело в том что они всегда появляются в поэтических текстах и что имеет ввиду автор надо просто напрягаться иду количество людей которые толку богу перевели хаос словом хаос ясно откуда берется слово хаос вот теперь смотрите вот теперь начинается некоторая тема которая довольно принципиально где человек комментатор особенно который пытается прокомментировать или и понять и вообще понять пытается понять в рамках своих представлений о мире он встречает редкостные слова вот смотрите вот нет проблемы 5 стих понять и назвал бог свет днем а тьму назвал ночью и был вечер и было утро один день здесь как бы все слова понятны там может быть непонятно почему там некоторый оборот может возникнуть вопрос почему один день а не первый день в конце этого стиха стоит но это вопрос как бы скорее комментаторский а не иврит почему всюду в конце каждого из шести дней творения в конце состоит день второй день третий день четвертый день пятый день шестой а про первый день сказано не день первый а день один но согласитесь что этот вопрос не связан с свойствами языка а связан с тем что писание нам хочет сказать почему оно вдруг не вдруг мы это узнаем прочитать дальше только весь отрывок до конца первой главы мы вдруг выясняем что у нас здесь есть вопрос то есть когда мы это прочли у нас не было вопрос а вот когда мы дочитали главу до конца то и перечитаем второй раз то у нас здесь возникает вопрос при втором чтении почему здесь непорядковый числительный не день первый а день один да но это не вопрос языка а вопрос смысла а вот теперь а вот то это вопрос смысла вопрос именно языка и по этому поводу например в куче старых переводов второй стих переводится а земля и земля была хаосом и тьмой над бездной ну и дальше рох и дух божий или ветер божий там опять переводчиков вот опять вот в чем проблема переводчиков вот это слово я всегда люблю демонстрировать это слово рох да оно на иврите означает основное значение ветер второе значение у него дыхание да то есть душа одна из вариаций слова душа и вот пример который я уже приводил это классический пример книги книги экклезиаста что нельзя взять ветер в клетку рох лихло эдгаруах заключить ветер в клетку как обычно переводится но дело в том что в книге кахэла слово рох оно в начале книги это ветер да ходит ветер к северу поворачивается на юг и на круги свое возвращается ветер а потом слово рох в этой книге регулярно означает именно душу человека по этому поводу там-то как раз экклезиаст заведомо имеет ввиду оба значения нельзя посадить ветер в клетку и нельзя посадить душу в клетку и вот это вот замечательная мысль где в одной фразе сказано нельзя посадить душу в клетку как нельзя ветер посадить в клетку там вот что сказано но переводчик ничего сделать не может он не может перевести оба значения сразу, то то же самое здесь. Слово «руах», оно «дух Божий», как переведено в старых переводах русских, либо это, если переводить по комментаторам типа «Ибн Эзры», «Раби Давида Кимхи», «Ацай», извините, «Раби Давида Кимхи», то это ветер именно, ветер Божий висит над водой. Кстати, слово «руах» – это еще и речь, которую надо понимать у поэтов. На самом деле, это дыхание – это разговор, способность к разговору, поэтому «руах» и «Луким», который здесь может быть с таким же успехом и Слово Божие, а может быть все три сразу, то есть это и Слово, которое является дару и душу, которое и вдохнул ему в душу, в ноздри душу живую, только в данном случае вдыхает Всевышний Дух во весь мир, и «Ро Хэлоким» – это то, что Дух Божий, то, что делает мир живым. Это может быть Слово, которое превращает мир в живое, это может быть что угодно, вот такое. И переводчик, у него нет возможности перевода здесь, потому что он зависит от, скажем, комментария с самого начала. Он должен выбирать, причем вот что самое фантастическое, что в этом месте нет возможности сослаться на прямой смысл стиха. Нет возможности сказать, что прямой стих стиха такой-то, а это второе значение, третье значение, то есть по градации разные. Но «Ро Хэлоким», который здесь, это либо душа, которую Дух Бог вдыхал в мир, либо Слово Божие проносится над водами. Это будет правильный перевод, но Слово в смысле речь, речь Божия, которая несется над водой, то есть несется над вот этим миром, который Тоху Богу, который, я без перевода оставляю Тоху Богу до сих пор, который тьма над бездной. Вот как раз, смотрите. Ну, давайте я немножечко шутку расскажу. Я как-то наткнулся на статью, где перечислялись черные квадраты, которые были, картины черных квадратов, которые были до Малевича. Малевич, да, черный квадрат, не снарисовал. Правильно? Ну, приводилась куча разных картин, но одна из них была замечательная, это был трактат 16 века, где полстраницы было замалевано черным квадратом, и было написано, что эта иллюстрация так выглядит первоначальный свет. Это иллюстрация такая, просто был намалеван на полстраницы совершенно черный прямоугольник, квадрат прямоугольник. Вот. Эта иллюстрация, как пишет автор, ну, итальянская. Надо сказать, иллюстрация для меня оказалась неожиданной, что это мысль нуждается в иллюстрации, которая Фигин нарисовал, но тем не менее, вот такой был. Так вот, земля была тьмой над бездной, это более-менее понятно, о чем речь. Но в итоге у Богу оно остается без понимания. Земля, дело в том, что ведь еще тонкость языковая вначале сотворил Бог небо и землю, и земля, вот это гайта, земля была, это перевод не иврит. Это перевод, нет, слово гая означает была, это все правильно. Гая, это безусловно была, здесь нет никаких проблем, за исключением того, что вы видите, эта земля стала. земля стала иметь место быть того Богу, осуществилась. В иврите, и это тест, кстати, на проверку, имеем мы дело с библейским ивритом или это уже арамейский, например, язык, такой классический тест, насколько глагол «гая вспомогательный», как в русском языке, а насколько он активный. Быть – это иметь место, это существовать, осуществляться, становиться. Классический пример сравните. Вася был со мной, Бог был со мной. И вы слышите совершенно разные фразы, потому что Вася это имел место, находился рядом со мной, Вася был со мной, а Бог был со мной, он не просто был, он был в помощи, это куда более активная форма. Как раз вторая фраза, она перевод с ивритой, и поэтому она сохраняет вот это значение быть ивритской. Так вот, земля стала тогу-ху-ху и тьмой над бездной. И это понятно, что земля первоначальная, она непонятно, что вот это тогу-ху-ху, и она тьма над бездной. Ну, так как света нет, то землю можно оценивать как слоган тьма, пространство можно рассматривать как бездну, и в результате у вас тьма в ничто, в ничто или, ну, вот где-то вот так. Для того, чтобы Бог нам в помощь, а в данном случае нам в помощь пророк, пророк Эрмияву пишет. Раити Эдга Арац, значит, описание многогрешности страны, и там написано так. Раити Эдга Арац, в ине того вогу, я читаю вот здесь. Раити Эдга Арац, я увидел землю, в ине того вогу, то самое, что я не перевожу. Я вот снизу взял перевод, опять я оттуда же беру его в данном случае. Вот я вижу землю, вот пустота и хаос. Эль Гешамаем Вейн Орам. И на небо, и на них нет цвета, или они не дают цвета небеса. Орам – это Оршалахан, их свет. Ну, давайте. Я посмотрел на горы, и вот они гремят, и холмы или вершины разрушаются. Я видел, нет человека, и все птицы небесные откочевали, улетели. Но откочевали лучше. Пракви Цепорно Дэд – это кочующая птица. Вот я вижу, и плодородный край стал пустыней, и все города его разрушены до основания из-за ярости гнева Всевышнего. Так вот, первое, на что, вот почему надо читать так? Я прошу просто смотреть внимание за логику, за логикой пророка. Он смотрит на землю, и она того-го-го-го, то есть, как было в начале творения. Земля стала того-го. Дальше упоминается небо. Дальше упоминаются птицы, которые улетелись с неба. Кармель Гамидбар – это плодородный, кармель, ну, плодородный, да. Кармель превратился, кармель стал, генеха кармель Гамидбар. То, что было плодородным, стало пустыней, и земля станет пустой. Я напоминаю вам порядок творений. У нас небо, земля, свет – это вот первый стих. Земля того-го-го-го. Небеса – свет, тут же упоминается. Дальше улетели птицы, это четвертый, пятый день творения, да, у нас птицы. Дальше кармель, плодородный край превратился в пустыню. Это сотворение зелени, третий день творения, да, и земля станет пустой. То есть у нас происходит процесс обратной творений. Значит, улетают птицы пятого дня, засыхают растения третьего дня, и земля становится шмама, возвращение, наверное, к первому дню. Шмама – это у нас нет никаких сомнений в том, что слово шмама означает пустыня. Более того, вообще-то слово Мидбар на правильном иврите означает ненаселенное место, а формально это полупустыня. Мидбар – это место, где можно пасти скот, это не пустыня, это степь. Но вообще-то правильно, Мидбар – это любое ненаселение места, и, например, слово Мидбар можно обозначить лес регулярно. И когда ушел Мидбар в лес, то это, я понимаю, что в переводе это звучит фантастически, я ушел в пустыню в лес, но как бы у нас в пустыне – это каракум всегда, да, в голове, вот когда говорят пустыня, у нас всегда в мыслях появляется каракум или сахара, барханы, верблюды где-то там ищут себе колючку, это единственное, что они могут найти, и то не каждый день. А на иврит есть специальный глагол «гадбир» – это уходить, пасти в пустыню, среди всего прочего, это пасти скот в пустыне. По этому поводу Мидбар – это не место, это не только, это не всегда пустыня, Мидбар – это ненаселенное место. Поэтому, когда говорят кармель, то имеется в виду слово кармель, обратите внимание на созвучие, это вот иногда очень приятно, когда в разных языках созвучие означает приблизительно одно и то же. Карамельное такое место, карамель, да, карамельное место имеется в виду место цветущее. Карамель – это цветущее возделанное место. Карамель – это не обязательно сад, как мы привыкли, но гора Карамель в Хайфе – цветущая гора, но она засаженная всегда была, то есть это был либо лес, либо это всевозможные засаженные, то есть такое карамельное прекрасное цветущее место. Она превращается в Мидбар, в место ненаселенное, вот это правильный оттенок, то есть это не плодородный край, а цветущий край, конечно же, это точнее, это, ну, вот здесь в данном случае переводчик не нашел точного слова. Цветущий край стал пустошью, а вот слово Шмама – это настоящая пустыня. На самом деле Мидбар Сахара, географически надо говорить слово Шмама про него, потому что это именно настоящая истинная пустыня, но, по-моему, пророк нам в этом рассказе о том, как происходит обратная раскрутка, вот, как мир творился, да, тоху-вогу, потом зелень, потом птиц, человек, но человек будет отдельно, идет здесь, а теперь раскрутка обратная, улетают птицы, кончают цвестижила, кончают цвести это самое растение, и все превращается в пустыню, и вот это для автора того-вогу, вот это Шмама и есть того-вогу. То есть слово Шмама – это именно пустота. значит, по этому поводу у нас есть уже намек, который мы более-менее понимаем, что слово тогу, вогу, она, по крайней мере, у пророка Ирмияху – это не хаос, а пустошь, запустение. То есть земля была, вот теперь начинается совершенно замечательная вещь, потому что при таком понимании второго стиха книги Боришит, который нам предлагает пророк, у нас получается, что Бориши, в их аратхайта, тогу, вогу, земля была пустошью, ничем, вот именно абсолютно никакой, именно пустошью, тьмой над бездной. Вот теперь это действительно появляется некоторая красота картинки, потому что вот в первый день земля была ничем тьмой над бездной, которая сама по себе тоже ничто. То есть она была ничто, тьма над бездной, при этом она была чем-то. Вот это что-то, которое ничто, это и есть тогу, вогу. Значит, для того, чтобы убедиться в том, что слово тогу, вогу, оборот тогу, вогу или тогу означает пустота, мы обращаемся к другому пророку, кстати, по поводу вот такого построения, вот Ишайяву, 45 глава, вот этот вот стих, я просто вот, смотрите, два стиха подряд, обычно первый я привожу, а второй привожу редко, но здесь очень важно, говорится так, сотворивший свет, создавший тьму, далее, ягашем делаю все это, а далее, грыфу гашамайн, пусть крапите небеса сверху, ускаким езилу цедок, и тухи пусть проливают справедливость, в эти тагаар, и откроется земля, в эфру еши, и дадут плоды спасения или победы, здесь надо смотреть, и справедливость произрастет разом, ягашем, вот смотрите, вот как, читая пророка, сотворивший свет, создавший тьму, первый день творения, небеса крапят воду, это разделение небеса, которые превратились в источник воды, небеса, которые разделяют вода, которая внизу, т.е. в морях, и вода, которая наверху, т.е. в облаках, и шамайн, течет вода, второй день творения, да, и дает плоды спасения, это у нас сотворение растений, правильно? Т.е. у нас вот это, еще раз, населенная земля уже сильно потом, у пророка повторяется рассказотворение, т.е. такая вот идея непрерывного творения. И спустя некоторое время, в той же главе, в том же абсолютно тексте, в том же пророчестве, мы обнаруживаем стих 18. Так говорит Гошем, сотворивши небеса, он же Бог, Йоцерга Арадь, Осе Гу Хонына, Он ее сделал и утверждает на месте землю, а дальше говорится Лолетогу, то самое наше слово, которое мы не можем понять, Вар'а, сотворив ее, Ла Шеве Пьетцра, для населения создав Ягаши. Вот это тогу, эта пустота здесь очевидна, не для хаоса создав, нет, здесь нет слова хаоса, потому что хаос нельзя противоставить населению, это неправильно, заселению. Заселению можно противоставить только слово пустота. Земля создана не для того, чтобы она вернулась в первоначальное состояние. И тогда мы видим, что пророк опять, вот обратите внимание, пророк опять обращается к творению первоначальному, богу. И опять появляется слово тогу, как обозначение у пророков. Это процесс как бы уничтожения, который сводит землю к тому, что было в первый день, но отсюда мы понимаем, что происходило в первый день. Отсюда мы вдруг понимаем, что вот с помощью пророков мы понимаем, что земля была хаарат, и земля стала тогу у богу, она была ничем над пустой бездной. Но при этом это ничто, это что-то, но оно пустое. Любой перевод, который мы бы здесь не делали, земля была пустой в запустении, это неправильно, потому что земля была самим запустением, вот это вот точнее. И без оригинала мы бы в жизни не догадались, что земля не была пустой. Вот это дело в том, что перевод земля была пуста, возникает представление, что земля вот стоит, но она как бы гладкий стол еще. На самом деле она была тем самым пустотой. Она была той самой пустыней, только не гладким столом, а вот она и являлась вот этим пустотой. И иначе по тексту пророков, но я просто привел два очень характерных примера, которые напрямую отсылают нас к рассказу о творении, где смысл оборота того очевиден, и Богу очевиден, это именно вот эта самая пустота. Причем я, кстати, хочу обратить внимание, что у того же пророка Ишаягу есть еще один оборот совершенно чудесный, а именно камни тогу и кавогу. Камни тогу и шнур, как в данном случае шнур, нить от Богу, и там речь идет о разрушении и запустении, только они у пророка описаны как строительный материал. То есть камни запустения и шнур, вдоль которого строят разрушение, опять запустение ничего, вот это строительство разрушения, вот это вот некоторая особенность пророка, которые опять, обратите внимание, что пророк, когда описывает разрушение, он пророки регулярно нас отправляет к первому дню творения и описывает процесс обратный, описывая первой главе Бориши. Вот боюсь, что ничего этого через переводы просто увидеть нельзя, вот это отнесение, это позволяет нам лучше понимать пророков, но у нас, благодаря пророков мы лучше понимаем, что написано в начале книги Бориши. То есть то, что пророки, это легко, ну легко, многочисленных примеров можно, относятся и ссылаются либо друг на друга, на более ранних пророков, либо на книги, пятикнижие, это легко видно, но в данном случае все их пророчество, все их обращение целиком построено на отрывке книги Бориши. Только как бы вы поворачиваете творение, Всевышний повернет творение вспять и вернет к ничто, которое было здесь. Вот это ничто в начале того-вогу, это и есть то самое ничто, которое при этом что-то. Вот это здесь опять без оригинала, мне кажется, это увидеть невозможно. Опять, есть много комментариев к этому месту, и они зависят от, ну хаоса, вот понятно, что взялся из людей, которые читали Платона, я не вижу слова этого хаоса никак. Но Гершанит, например, так это место понимает. Тем не менее, вот если есть короткие вопросы, я отвечу. По-моему, можно закрывать заседание. У меня есть короткий вопрос, можно? Да, да. Послушай, я хотел спросить такую вещь. Вот я сам этого не читал, да, но мне пришла в голову такая штука. Вот два слова, которые повторяются и характеризуют некоторую жизнеспособность. Одна это как бы Нешама, а вторая это Рух, правильно? Ну вот мне кажется, что Нешама, Нешама связан исключительно с человеком. И да, и Нефиш, правильно. Ну вот Нешама и Нефиш, скажем, похожие, да? Не однокоренные, но похожие. Это связано с дыханием. А Рух чем связано? Рух, Рух связано с Элуки. Нет, нет. Про Рух можно сказать и насказательном про человека, но мне кажется... Если мы говорим, остановись, если мы говорим о значениях слов и о корнях, мы же в Иврите находимся. Это же Иврит. Иврит, каждый раз, когда мы связаны с словом, я хотел просто вот сегодня рассказывать про слово Ракия, но мне показалось, слишком много всего будет. Значит, вот смотри, когда ты говоришь об Иврите, то вот любой комментатор классический Иврита, когда видит любое слово в Танахе, существительное, именно существительное, он автоматически к нему ищет глагол. Он автоматически ищет к нему корень. Глагол – это корень для нас, да? Для Иврита корень любого слова – это глагол. Ну, отлично, это ложится. Но это ложится. Рок – нет глагола. Это словами, которые не имеют глагола, которые существительные, без глагола к нему. Это Рох. Это Рох. Нет. Типа коз, типа кисть, карман, мешок. Скажи мне, какой глагол от Роха? От Роха, и, видимо, это тоже связано. Леншом – это понятно, это дешать. Вообще-то глагол, есть обратный глагол от слова Ро, от слова Рох образуется глагол Ревах, Равах. Да, ну, Беседер, ну, хорошо, но это натяжка. Обратите внимание, это обратное образование. Это как в современном Иврите. От слова Банк происходит слово Леванек. Леванек, так положено произносить, да, банковать. Ну, не в карточном смысле, а в смысле заниматься банковым делом, да. Для иврита, естественно, образовывать, но помнишь, в сленге особенно это любят, хотя это неправильно, нормальные пуристы это не любят, но типа Легид Харден, да. Хардон – ячерица, Легид Харден – греться на солнышке, как ящерица, да. Ну, да. Ну, это сленговое такое слово. Я боюсь, что его забыли. Скажи, ну, ты не принимаешь вот эту… Я пытаюсь сказать следующее. Обрати внимание. Непеш – линшом – это вдыхать, да. Да. Линхош – это выдыхать. Роах – это то, что получается в результате вдыхания и выдыхания около ноздрей и рта. Это я понял, но я тебя спросил как бы немножко другую вещь. Правильно ли утверждение слова Нешама, да, или Нешама, Нефеш – не употребляется по отношению к Всевышнему? Я не могу вспомнить. Нефеш – Гошем? Да. Нет такого. О, вот это то, что я хотел сказать. Ароах – да. Ароах – да. Ароах – да. Остановись, пожалуйста. Я хочу обратить внимание твое на следующее. Да. И вдохнул его в ноздри душу живую. Значит, Нешама… Дыхание живое, да. Нет, 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 нет. Дыхание мы видим, Нешама мы видим. Но там же, видите, Нефеш есть. В этом же стихе. Это да. Нефеш имеет отношение к человеку. Но Роах… Это тоже глагол на пах. Нефеш. Да. Это тоже глагол на пах. Он же здесь появился. Окей. Тоф, господа и дамы, ну, более-менее прояснили. Но Роах, применительный к Гошему, я как-то больше привык понимать значение слова «речь». Я к этому склоняюсь. Но при этом вот это представление все-таки, представление о том, что Роах Элуким, который в мире, это душа мира всего. Вот Роах Элуким, это Роах Мэтелуким, это дух, который от Бога, который был вдохнут во весь мир. Вот как позже человеку будет вдохнут Дешма Тхаим, душа живая, так Роах Элуким во втором стихе, это то, что превращает мир в живой существующий организм. Вот что я думаю. Я понимаю. Но вот, но я не сомневаюсь ни одной секунды в том, что в этом рассказе он специально сделан именно таким, какой он есть, где недосказанного больше, чем сказанного. Здесь как бы у нас просто каталог, что создал Гошем. Это каталожное описание, но оно в виде песни это видно хорошо просто по ритму, но оно при этом как бы без подробностей, без указаний, как сделал, а сказано, что сделал. Окей, значит, вопрос про гематрию я хочу сказать следующее. Я просто вижу вопрос от Александра в чате. Вопрос про гематрию. Дело в том, что я очень осторожно отношусь к гематриям в том смысле, что я люблю гематрии, но боюсь опираться на них как на доказательство чего бы то ни было. Просто потому, что современные средства, компьютеры, у нас вот с легкостью, зайдите в гугл вам в помощь, и найдется программа, в которой вы вобьете число любое, и она вам выдаст слова и обороты, которые выдаст гематрию на это число. Слишком много богатых возможностей подогнать друг к другу и подогнать под ответ. Окей. Кстати, гематрия, будут ли уроки по цифре ЦРА? Я хотел, народ сказал, что хочет, чтобы я занимался иврит. Да. А что нет? Нет, это я отвечаю Андрею на вопрос. А мы ждали по цифре ЦРА. Мне в прошлый раз сказали продолжать иврит. Ребята, вы решите, я... Да, 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 продолжать иврит было сказано в прошлом понятии. Так а иврит везде он будет? Нет, нет. Нет, нет. Ну а что делать? Там как раз иврит в сефире. Я думаю, что можно прерваться на одно, если это возможно. Сделать, например, следующее занятие по цифре ЦРА. А потом посмотреть, как пойдет, и, может быть, вернуться к иврит. Попробовать, просто действительно можно попробовать, только чтобы сефире ЦРА не было таким, а сефире ЦРА слишком широкое понятие, я буду говорить о сефире ЦРА через призму комментария Рабисадия Гаона. Потому что все равно надо выбирать какую-то из комментариев, слишком широкие, слишком много разных комментаторов есть. И надо выбирать чего-то конкретное и говорить о конкретном комментарии. Просто иначе мы расплывемся, и все возможные варианты рассказывать, это слишком долго и сложно, на мой взгляд. Поэтому надо выбирать кого-то одного. Плюс ко всему, все-таки сефире ЦРА это... Ну, так как у меня в компьютере лежат все существующие русские переводы, книги сефире ЦРА, по-моему, все, которые я добыл, штук шесть, по-моему, или пять. Вау! Ну, это отдельное удовольствие. И порыскайте опять в Google помощь, какой перевод сефире ЦРА на русский, я могу посоветовать. Честно говоря, это та самая сегодняшняя тема. Сефире ЦРА надо читать в оригинале. Увы и ах. Сефире ЦРА надо читать в оригинале. Сефире ЦРА в переводах просто... Автор перевода, на мой вкус, должен указывать, я перевожу по комментарию такого-то. Если он этого не указывает, это не совсем честно. На мой вкус, он обязан указать, какой комментарий он опирается, когда он переводит эту книгу. Потому что получается очень по-разному. Ну, я покажу, благо у меня в одном файле, там, пять, по-моему, переводов. Я покажу, как это получается, просто получается, ну, очень по-разному. И я не говорю, что там какой-то плохой перевод, и, боже упаси, я этого не утверждаю. Я утверждаю, что просто каждый автор видит, переводчик видит то, что он видит в данном случае. Тем более, что некоторые вещи уже в первой фразе Сефире ЦРА вообще непонятно, как переводить, и без примечаний кого-то. Давайте я расскажу анекдот про книгу ЦРА. Профессор Либис решил доказать, что Сефире ЦРА, значит, длинные споры о том Сефире ЦРА. Значит, так как существуют комментарии на Сефире ЦРА восьмого века, то, значит, позже восьмого века эта книга быть создана не могла. Значит, предполагалось, где-то от пятого до восьмого века. И профессор Либис решил просто из языковых соображений определить пятый или восьмой, как точнее. В результате он пришел к выводу, что она еще времен храма, то есть перенес в район начало первого века, самое позднее. Это по поводу профессоров. Это по поводу свойств этой книги. Ну, вот так. Мейер, мне очень когда-то... Окей, ну хорошо. Натан, я хотела рассказать, можно секунду? Да, пожалуйста. Ты когда-то проводил уроки по... Ну, Торе, помнишь? Я? Ты меня спрашиваешь? Ну да, ты помнишь? Я или Натан? Нет, подожди, ты спрашиваешь Мейера или меня? Натан, значит, ты. Да, я слушаю. Я проводил по Ханан Парату. Да, и я очень запомнила, когда ты объяснял его комментарий на... Вот сегодня Мейер тоже этот приводил стих. Да. Ишаягу 45.7. Я создаю свет и творю тьму, делаю мир и навожу бедствие. И вот ты там говорил слова «создаю свет». То есть слово «создавать», оно может быть приемлемо и для человека. Он может создавать добро для добра, а вот сотворить тьму, создать ее, чтобы из этого добро получилось. И там было слово «бара», то, которое относится к Всевышнему. И мне вот это так запало очень, я прямо зафиксировала. Яцера – это человек, яцера – это два юда, это яцера, это буйство чувства, это все связанное с произведениями, с творчеством. Это яцера, да, это то, что делает человек. Ну и вот этот глагол «бара». Да, да. А если на русском читать, ты не почувствуешь вот этого «создаю», «дворю». Ну только на английском тоже самое. Creation, creation, creativity – это на английском тоже самое. Это не специфическое. Ну и сама идея, что создать зло для добра человеку невозможно. Окей. Так что спасибо тебе за эти уроки. Окей. Отлично. Ну хорошо, я просто боюсь, что у меня есть интернет, что все время пропадает. Я с Мейером переговорю, что договорились на следующий раз, потому что у меня как раз вырубился этот момент, я, если так и не услышал. Окей? На следующий раз договорились про иврит или про цифер яцера? Про яцера. Понимаешь? Нет. А, окей. Сядер Гамур. Сядер Гамур. Окей. Я думаю, что за оставшееся время, типа понедельник, народ сможет подучить иврит, для того, чтобы понять в оригинале цифер яцера. Те, кто еще нет. Окей. Окей. Ну хорошо, на этом мы как бы заканчиваем, правильно? Да. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что... Окей, все. Добавил я, большое спасибо.